Вот, кстати, пример, когда центральным зубом выбрин премоляр, а не клык. Установка твердой мозговой оболочки, ушитая рана. Вот это результат трех месяцев после операции. У нее абсолютно аналогичная зеркальная картина первого и второго сегмента была. Вот увеличение объема, формирование прикрепления идет. То же самое происходит во втором сегменте 32. И вот установленная система. Через какое время после операции? Через пять месяцев. Это связано не с моими показаниями, это связано просто с ситуацией жизненной, финансовой у пациентки. Через три месяца можно начинать перемещать. Ну, три месяца начинает работать. И вот здесь очень хорошо видно, как оттолщен уже биотип на этой фотографии. Хотя еще только-только все поставили, и вот-вот оно еще даже... Ну, видно, что еще зубы не изменены, ни положение, да, зубов в зубном ряду. Вот появляется уже изменение. У нее просто такие генерализованные рецессии. Ну, не имена, а не ортодонтические. Вот второй сегмент. А вот уже прошло, наверное, месяца три после первого фиксации. Она уже подиспачкалась. Но видно, как себя благоприятно ведет десна, насколько она хорошо реагирует. И чем больше на нее воздействует, тем больше она как ответная реакция оттолщается. Это уже, наверное, месяцев восемь. Вот обратите внимание на первый маляр в первом сегменте. Но у нее в итоге, на сегодняшний день, ей снимать систему, наверное, где-то только через полгода, да, два года у нее прошло после начала ортодонтического лечения, все рецессии на верхней челюсти закрыты. Везде есть прикрепленная десна. и везде наличие межзубных сосочков. То есть, нет ни осложнений ортодонтических, ничего такого, что могло бы произойти. Вероятно, не сделаем мы с ней какое-то превентивное вот это увеличение объема. Что и произошло, кстати, на нижней челюсти. Потому что там по медицинским просто показаниям не успели до ее беременности. Планируем мы провести хирургическое вмешательство в области нижней челюсти. Уже пришлось оставить так, как оно было. Но вот здесь рецессии изначально не было, когда ей ставили бракет-систему. Впоследствии вот она, к сожалению, у нее развилась. Она незначительная, но тем не менее. Поэтому планирование работы с ортодонтом очень важная часть. В нашем городе есть очень грамотные, хорошие ортодонты, которые знают об этом, владеют этими методиками, владеют работой не только с воспалительно-деструктивными заболеваниями парадонта, но и владеют работой с мокогенгивальной хирургией. Знают, что можно увеличить объем десны до лечения и в процессе как-то согласованно с парадонтологом тоже работать, наблюдать. Иногда бывает, что мы приостанавливаем, когда мы видим резкое ухудшение в области парадонта. Мы приостанавливаем ортодонтическое лечение, активации, ничего не снимаем, оперируем, ждем 3 месяца, и тогда уже запускаем обратно этот ортодонтический процесс. Ну, у Галины Борисовны есть прекрасный курс, который ведет доктор Быкова Евгения. У нее великолепный лектор, она ортодонт, и очень такой грамотный, понимающий все парадонтологические нюансы. очень хорошо она вот эту тему развивает. У нее два дня, по-моему, да, Галина Борисовна? Двухдневный курс? Галина Борисовна, вы курс? Нет, Галина Борисовна, за моей спиной. Да, у нее курс очень хороший, потому что она руководитель клуба ортодонта в Петербурге. Ну, я могу сказать, что этот курс просто, он полезен не только ортодонтам, то есть не обязательно обладать какими-то знаниями ортодонтическими, да, узкими, специализированными, там достаточно заниматься хирургией, чтобы понимать вообще вот весь комплекс работы, причины. Ну, это очень животрепещущая тема, очень востребованная, очень такая актуальная. Поэтому, ну, я призываю дружить к междисциплинарному подходу. Мы не можем, ни ортодонт сам не может принять решение, как ему быть, ни парадонтолог не может взять и сказать, тут режем, тут не режем. Это только междисциплинарный комплексный подход. Осложнение. Очень простая операция, рецессия первого класса. Ну, небольшое осложнение в качестве адентии второго премоляра слева, ну, не такой, не криминальный. Подготовка, кстати, к ортодонтическому лечению. Мы приняли решение, потому что доктор мне сказал, что она будет расширять верхнюю челюсть, там одностороннее сужение, деформация зубочелесная. И она будет расширять, поэтому, поскольку рецессии уже есть, было принято решение устранить рецессию, увеличить биотип десны. У пациентки через 5 дней она заболела, у нее была острая вирусная инфекция, у нее развился отек реактивный после вмешательства. У нее разошлись швы, и она мне не позвонила, ничего не сказала. Приехала только через месяц, когда я уже ее вызвонила. И вот, это сама операция, ничего такого сложного. Очень тихо, спокойно, прошедшее вмешательство. В течение часа мы все сделали. Поставили твердую мозговую оболочку, ушили. Ну вот. Это однозначно осложнение. Да, я бы делала анестезию через 5 дней, и что-то бы корректировала в этой ситуации. Потому что до недели можно еще слизистый носкостичный лоскут куда-то переместить, подшить, как-то реорганизовать эту ситуацию. Она приехала у меня, извините. Вот это все уже эпитализировано. То есть, видно даже, да, как у нее все оторвалось, все ушло. Очень неприятная ситуация лично для меня, ну, как есть. Значит, на сегодняшний день мы ждем, пока у нее восстановится там биотип и так далее. Будем принимать решение, будем ли мы делать что-то еще, или уже будем наблюдать на этапе ордодонтического лечения. Я подозреваю, что там твердомозговая оболочка сработает, конечно, как-то, но, в общем, я расцениваю это как однозначное осложнение. То есть, не может подрасти еще? Может. Ну, вот это, конечно, вот это вот, ну, вот видно, да, что это просто отскочивший лоскут. По поводу осложнений, если кто-то уже работает, кто-то пользуется методиками кранального осмещения, ротированного лоскута, латерального, туннельного, какого угодно. У вас есть какие-то вопросы? Потому что осложнение, такой момент, я, во-первых, считаю, что их нельзя стесняться, о них нужно всегда говорить, и как нарывы вскрывать сразу. Не надо это все оставлять на потом, потому что это как снежный ком потом закапывает ситуацию клиническую. Еще один тоже пример. Это пациентке мы делали сразу 12 зубов. Это постортодонтические рецессии. Они же самые. Очень странно, не знаю, почему у нее это произошло, потому что у нее вполне себе приличный биотип Диснея. Даже близкий к толстому, я бы сказала. И почему у нее произошли такие рецессии, я не могу вам сказать. Но на сегодняшний день, вот Гея Владимировна тоже говорила, у нее на курсе была как раз на этом, она тоже сказала, что вот эта самолигирующая система Дэймон, которая якобы очень мягкая и продентологическая, была когда-то предложена, что сейчас все стараются отходить от нее, потому что очень много вот таких именно осложнений в качестве рецессии. Ну, почему? Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике, стоматологической, города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю, сколько знаю, ну, наверное, лет 25, да? Наверное, примерно так. Вот, и могу сказать, что она тоже верный, верный, такой преданный доктор поликлинического комплекса, но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий, и сказали, ну, года через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый-кандидат медицинских наук, у нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да? Она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов, и спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Даше, я так понимаю, что у нее сегодня боевое освещение, да? Вот, но во всяком случае, спасибо всем стоматологам и не стоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот, да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Да, поэтому мы вас всех поздравляем еще раз с днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смельяков. Великолепна подача информации, организация, проведение, и с удовольствием посещу, и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо, Мария Александровна, Алексей Николаевич. Мастер-класс прошел замечательно, Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила, и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам, приходите, не пожалеете. Все было хорошо, на высшем уровне. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok